давно уже хотел снять обзор павильона из чего и как состоит многие спрашивают давайте пока не дошли немножечко отвечу значит павильон состоит из торцов арок и прогонов также есть еще как мы видим усилители стеновые диагональные так называем все изготавливается все это наша теплица павильон из трех видов трубы 20 на 20 20 на 40 и 40 на 40 в разборном виде они состоят две половинки торец 1 2 собирается двумя болтами 1 2 видим на поэтому такие габаритные у нас теплица то есть присутствует в производстве теплицы и сборки это болтовое соединение и сварное соединение кто смотрит stories видит как мы зачищаем под при подготовке на покраску то есть механическим способом дальше арки арки то же самое из двух половинок собираются тоже болтом то есть но у них двойной узел болт и саморезы которые прогон сверху с двух сторон скрепляет арки то есть можно сказать даже 5 узловая то есть один болт и 4 самореза среди арка идет полуарка то есть как мы видим половинка и стойка 40 на 40 в этот жесткий сварной узел как мы видим полностью проваливаться круговую верхняя труба 20 на 40 ваш я чтобы было больше опора поликарбоната нижняя подпирающая 20 на 20 все это развалено вертикальными стоечками из трубы 20 на здесь 20 на 40 соединений что дальше сами арки и соединения теплицы в длину представляет собой прогонную часть так называемой стрингеры прогоны связи нашем случае это прогон с приваренными пластинами с двух сторон которые требуются на саморез 1 саморез 2 и с другой стороны тоже самое также идет у нас переливной уголок сначала ставится стеновой поликарбонат потом перелив и потом сверху поликарбонат сверху такая же система как видим прогон на все эти отверстия для крепления поликарбонат крепления прогонов уже просверлены на производстве вам ничего сверлить на собрали каркас дальше покрытие то есть перед тем как собирать каркас нужно покрыть торцы то есть одну стенку верхушку то есть вы собираете на 2 волта верхушку и вторую стенку потом когда вы собрались вы следующим этапом крепите стены когда вы стены закрепили перелив закрепили вы крепите крышу поликарбонат отверстия для крепления поликарбоната тоже просверлены обратите внимание на арках надо только сверлить по месту в прогонах ну что невозможно понять куда они попадут здесь также крепится клоп крепление значит поликарбона с помощью вот такой шайбы с клапом смотрите вот видите образуются небольшие очаги коррозии это не металл коррадирует не труба то есть не прогон это попалась стружка которая сверху высыпалась и попала между поликарбона там же это мы всем говорим по-другому быть не может надо вовремя ее убирать мы оставляем за что видели когда при самом монтаже многие не убирают не досматривать и потом возникает очаг коррозии там такие вот милипусинки как вам сказать от стружки остатки которые нужно выбирать то есть надо открутить саморез выкрутить убрать стружку рукой провести и все будет у вас красиво ничего сложнее также идет в комплекте значит перелив который он говорил на стеновой уголок который прижимает поликарбона становится герметично и вот здесь резинка уплотняющие которая когда расширение компенсирует зазора вся фурнитура идет естественно в комплекте шайбы саморезы если вы покупаете с дверями или форточками шпингалеты то есть ручка замок у нас идет петли крючок вот такой мощный также уголок на дверь отлив если мы видим что могу сказать все это конечно очень габаритная конструкция при отправке в другие регионы сборка не очень сложно у нас комплекта фрам могла можно поставить форточку стеновую форточку торцевую дверь двухстворчатой двери цельную дверь спорточку из вариантов комплекта комплектации огромное количество также теплица устанавливается что на брус что на ленточный кунок вы можете поставить на какое-нибудь свое металлическое основание ничего сложного не то есть очень такая и вас теперь пора самое главное которое все просят и спрашивают это высота высота стены метр восемьдесят сейчас просто снега здесь полметра поэтому кажется что он такая низенькая высота в коньке 257 это самая высокая теплица из этого класса появлялась то есть многие делают там берут метр восемь а высота например 2 2 10 или 2 20 то есть вообще низенько надо чтобы высокая была то есть не стена еще дальше поэтому это вы и тем более еще полукруг красиво симметрично аккуратно и снег хорошо съезжает бывает он купится хотя я вам скажу на павильонах также используется снег большим количеством кто-то нами следит на нем лежали вот такие же шапки он даже павильон видите тут просто специально не убираем задерживая да эти какая шапка снега обратите внимание теперь посмотрите внутри видите никаких мешков все хорошо отлично снега сколько лежит мокрого сырого тяжелого все отлично это ферма даже два метра вот вроде все рассказала что себе смотрите заказывайте наши теплицы расскажем подскажем павильон самый лучший из этого класса ставьте лайки пишите комментарии палец кверху всегда рады все расскажем и покажем качество на высшем уровне всем пока еще раз